Здравствуйте, уважаемые друзья, на связи Алексей Кузьмичев и в сегодняшнем видеоуроке я бы хотел вам рассказать про один интересный и хитрый прием, который позволит вам нарисовать естественные тени в ваших композициях. Если вы смотрите мои видеоуроки по композициям, то вы наверняка уже видели этот прием и многие подписчики стали задавать мне вопросы, просьбы, чтобы я записал подробный видеоурок по вот этому самому методу. Поэтому сегодня у нас будет урок, в котором я подробно рассмотрю вот этот вот прием отделения модели от фона с сохранением оригинальной тени. Ну что ж, для работы нам с вами понадобится в первую очередь эта модель, с которой будем работать и новый фон, на который будем эту модель вставлять. Как видите, здесь у нас присутствуют довольно сложные тени, если бы мы ее рисовали вручную, нам бы пришлось очень-очень сильно попотеть. А в данном случае мы буквально все сделаем за несколько минут и у нас будет оригинальная естественная тень в нашей композиции. Ну что ж, в первую очередь давайте отделим нашу модель от фона. Делать это можно любым удобным для вас способом. Можно использовать либо инструмент пиро, либо лассо. Я на этом здесь подробно останавливаться не буду. Просто аккуратненько выделю все и потом уже к вам вернусь. Итак, друзья, я закончил выделение. Вот что у меня получилось. Теперь, в принципе, можно немножко подкорректировать выделенную область при помощи пункта выделения. Уточнить край. Здесь можно выбрать контрастный фон, чтобы было лучше видно все наши контуры, нет ли где-то у нас ошибок при выделении. Если необходимо, можно, к примеру, добавить немножко растушевки и сглаживания. Ну, давайте чуть-чуть это сделаем. Примерно на 5 поставим сглаживание, чтобы не было острых углов при выделении. И чуть-чуть добавим растушевку, чтобы модель получше вписалась на наш новый фон. После этого выбираем здесь вывод на новый слой с маской. Это очень важный момент, запомните. И нажимаем здесь клавишу ОК. Как видите, у нас слой дублируется и появляется на самом верху уже наша модель с масочкой. Под ней остается наш старый слой, тоже с моделью, как вы видите. И как раз этот слой мы с вами будем использовать для тени. Пока что давайте выключим верхний слой и включим только нижний слой, где у нас модель еще на старом фоне. Данный слой нам с вами необходимо обесцветить. То есть выбираем его и зажимаем комбинацию Shift-Ctrl-U. Либо же это можно сделать через пункт изображения, коррекция и выбрать здесь обесцветить, как вам удобнее. После того, как мы это с вами сделали, меняем режим наложения этого слоя на умножение. И как вы видите, при этом режиме наложения у нас с вами два слоя смешиваются таким образом, что тень ложится очень естественно на наш новый фон. Теперь нам необходимо ее подредактировать так, чтобы она еще более гармонично вписывалась сюда. Для этого мы будем использовать корректирующий слой уровни. Выбираем здесь корректирующий слой уровни. Зажимаем клавишу Alt и щелкаем на границу между слоями, чтобы прикрепить данный слой только к тени. И теперь начинаем вот таким вот образом при помощи ползуночков изменять контраст. Нам нужно добиться тайкового результата, чтобы у нас по возможности не было заметно границ на фотографии, но при этом была заметна тень. Настраиваем таким вот образом контраст. Вот примерно так. Закрываем данный корректирующий слой. Если что-то надо будет подкорректировать, мы можем в любой момент к нему вернуться. И теперь можем включить обратно наш верхний слой и посмотреть, что получилось. Как вы видите, под нашей моделью появилась очень реалистичная тень, которую мы скопировали с оригинальной фотографии из студии. В принципе, если вам необходимо подредактировать какие-то определенные области, вы можете добавить в любой момент масочку к этому слою. И стереть те участки, которые вам не нужны. В данном случае у меня это могут быть вот эти вот области, где голова, например, где ноги. Потому что эти области мне совершенно не нужны. Мне здесь нужна только тень. Но так как у меня модель полностью перекрывает эти участки, то данной необходимости здесь нет. Я оставлю все как есть. Ну что ж, друзья. На этом, в принципе, все. Все, как видите, очень-очень простой способ, который позволит вам сохранить естественные тени в ваших композициях. Всем спасибо за внимание и увидимся в следующих видео уроках.